это это пьяная коза пока свеженький сейчас достанем отсюда чтобы убрать форму и чтобы она здесь нам не мешалась я в том году все переживала как же так как же так что я занимаюсь хозяйством и не могу отправить сырочков нашим ребятам были сборы зимой к весне на не постоянно проходят знаете да так везде отправляла на зимой молока было чё там я сколько могла нас собирать я же стоял все ночь потому что вчера начала делать вечером вчера приехала была в туле и уже к вечеру только поставила делаться сыр а опрессовался он ночью поэтому здесь наглухо придел сейчас а то есть сразу не достанешь потом вообще и я передавала немножко сыра когда была поставка из нашего города у нас собирали и уже прям точно не нужно было этим всем сборам, передачам находиться там где-то по несколько дней на одном пункте, на другом пункте поэтому отдавала когда напрямую от нас везли и так переживала потом мне только дошло, что нужно узнать кто же напрямую занимается доставками а сейчас этого очень много а сейчас я просто знаю этих людей знаю когда доставка потому что из Киреевска постоянные постоянно идут доставки я знаю теперь этих людей и я спросила, нужно ли, можно ли сказали да это было бы хорошо объяснила, что можно не любой какой-то сыр понимаете, сейчас лет жара это ни к чему его пока довезут он весь потечет, расплавится потому что свой сыр натуральный он быстро течет когда вот он у вас лежит на столе там если гости, допустим нарезали, угостили, поели да, стоит на столе а когда сделали какой-то перерыв допустим, гости встали из-за стола то есть я тарелочку пейте раз-раз в холодильник потому что оно свой сын, он быстро течет ну прям не растекается естественно но а вот именно такой сырочек и я его сделаю в рассол обычное дело, да как мы делаем храним его и он может так храниться и полгода, и год до следующего лета замечательно вообще пока я буду делать то, что у меня есть 2 500 но здесь уже нет видите сейчас я разреву взвешиваю мне просто интересно чтобы потом оповестить людей которые повезут сколько всего будет килограмм 2 500 потому что я сейчас пока у меня есть запасы несколько дней и я могу еще я могу еще поделать сыры что я и буду делать эти дни мне хочется, конечно, побольше или я отправлю в ведрах сейчас мы будем делать это пищевые ведра с крышками или я отправлю в ведрах я не знаю но мне как-то желковато желковато честно сказать в ведрах который у нас хранился весь год хранился весь год сыр ну потому что ну потому что я зашла в фикс прайс посмотреть может быть тоже ведра продаются может быть какие-то как контейнеры нет такие контейнеры всякие а просто чтобы поставить да и стояло все это такие продаются разные там такие-такие а вот я думала может быть что-то с ручкой хотя бы ничего не было больше у меня не было возможности идти в другой магазин посмотреть так же ведра я думаю ладно я пока сделаю в свои ведра а потом почему я сейчас взвешиваю или я потом все это достану из рассола и буду вакуумировать я не знаю еще или я отправлю все-таки так в ведрах вот если я буду отправлять если я буду отправлять в пакетах да вакуумировать я естественно потом это легко могу взвесить а если я буду прям в ведрах ну мне как бы нужно просто знать вот брызочка пропускаем пропускаем мимо да то что начнется кишечная палочка постоянные жители жить можно и так сказать постоянные жители моего канала очень не так все нормально уже знает что это постоянная тема их иногда не бывает не бывает вот этих истерических комментариев очень умных комментариев вот но иногда благополучно а иногда если попадется такой очень умный человек очень умный человек который заплатил деньги за какие-то курсы там где-то онлайн и он теперь так много знает что он ходит там по всем каналам и кидает вот эти вот формулировки прям к месту и не к месту вот да опустим улыбаемся и машем да вот это то что кишечная палочка постоянные зрители знают что не у всех не у всех получается как мне пишут такая брынзочка такая красивая ажурная можно сделать еще ажурной да я ее делаю специально таким образом те люди которые не знают какие-то моменты а хотят делать такую красивую у них не получается да вот а я делаю это специальным образом так теперь мы думаем это потом у нас пойдет на засолку минутку здесь у меня уже уже соленая вверх грузик поставила а все равно без воды был так она вся замечательная сейчас я буду разрезать но сразу этот вверх в принципе я ее могу как я уже сказала за перед вакуумацией каждый вот кусок вот так вот просолить хорошенько и в пакеты закрыть я не думаю что это будет там долго храниться потому что это не так много я не знаю может килограмм 10 я наберу ну так давайте еще сюда какой рассол делаем да спрашивают у меня есть уже видео показывала есть видео и как делать как именно я делаю брынзу есть видео как мы храним какой рассол наводим рассол мы наводим добавляем соли до тех пор пока не сплывет яйцо в простонародье а яйцо всплывает как раз тогда когда у нас 20% рассол то есть на литр воды 200 грамм соли но поскольку это брынза и стоять в жару я делаю посоленее я еще прям доубавляю сверху не жалею сейчас конечно еще буду делать сразу раз да давайте так давай А соль есть? Вроде покупали соль. Так, пока, наверное, хватит, да? Так, 300 на 200, 600. Ну, вот так я, я лучше побольше, надо написать мужу. Последняя пачка. Ну, сегодня посолю, что есть. В общем, я потом, ладно, видео отключу, и вот это нужно размешивать, естественно. Чего тут ребяткам закусить-то? Ну, закусить в хорошем смысле слова. Закусить обед, мужин. А как это вкусно. И вот так потихоньку у меня есть. Ну, у меня есть неделя прям. Я за неделю, если так, каждый день или через день. Головку по 3 килограмма. Ну, сколько успею, ничего. У нас постоянно проходят вот эти доставки, отправки. Именно из нашего города, именно. Теперь уже будем знать. Давай, тебе что-то... Ладно, пока постой, хотела в ведро тоже положить, пока пускай свою. Пускай пока. А соли все равно у нас нет. Ладно, мы уже срочно писать. Здесь есть еще немножко. Так, ладно, давайте сначала порежем, да? А вот этот раз уж. Так, а как нужно порезать? Не знаю, сейчас попробую. Не треугольничками. А вот так. Уже как только не пробовали, здесь никак не получается экономить место. Блин, мельчить, наверное, тоже не нужно, да? Да, что-то я как-то... Непонятно. Тут хоть квадратиками, хоть треугольничками, хоть как получится впихнуть. Так, ты, не соленай. Опачки. Вот такая у нас блинзочка. Да, все-таки, как-то, мне кажется, получается побольше запихнуть, когда вот так еще пополам режешь. Опа. Сейчас вместе с тарелкой отрежем. Так. Можно чуть поменьше. Маленький тел потом заткнем. Вот. Очень хорошо. Ты сюда поместишься? Да, давай. Давай. Да. Угу. А вторую головку не взвесила, да? Ну, 3 килограмма. Может, побольше. А здесь 2 500 и 3. Ну, вот 5 500 уже. И завтра. Завтра еще будем делать. Это пока будет солиться. Не, а что солиться? Могу сразу ведро складывать все равно. Ведра сразу, да? Да, так очень хорошо. Я раньше делала просто вот так пополам и вот такую широкую складывала в ведра. Не знаю, как-то вот так, когда еще пополам, уже его делаешь. Как-то прям намного больше влазит. Так, ну все, пока. Да. Все, да? Пока все. И вот будем так убирать, солить, убирать, солить. Вот, видите, прям у меня как складывается, когда вот так вот режешь. Вот здесь круг, он прям, прям вот весь-весь-ведь плотненький. Здесь еще сюда, видите, недостача. Так что у нас все вот так вот прям плотненько получается. И сверху уже не нужно будет пихать. Да, рассолом залить. Угу. Там у меня кастрюля полная. Рикотку нужно снять. Да, всплываем. Да? Так, а чем закрыть? Давай. Вот так и... Что? Так, пока банку, да? Пока банку с водой. В общем, сюда ставлю, потому что всплывает. А он у нас должен быть в воде полностью. Нет, не банку, потому что я закрою крышку и отнесу в подвал. Да, значит, не банку. Значит, надо... Значит, стоим и думаем. Я выключаю камеру и стою и думаю. У меня же есть мои диски, но... Бросло же их сюда не положишь. Если их прям обмотать, обмотать пленкой... Да, сейчас. Угу. Все-таки пошла искала. Вот какой цветочек мы положим. Вот пока. οπ Попробуем. Угу. Угу. Попробуем. 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 Вот, сделаем сверху, и это у нас уходит в подвал. Это уходит в подвал, и это приходит сюда. Сейчас еще один сырок просолю. Это тот сырок, который я подкрашила. Подкрашила, но тоже ничего не видно. Видно пока какие-то полоски тут грязные, непонятные, да? Освещение плохое. Потом посмотрим, когда он уже просолится, подсохнет. Пока тебя нужно положить, да, дружечка? Тут мало, конечно. Не лезем. Сейчас нужно в бедро будет перекладывать. Ладно, сейчас буду разбираться, что мыть, что убирать. Пока у нас 5 килограммчиков, 5,5 килограммов. Будем стараться, да? Вот как грымза помогает. И пока я мыла посуду, он просвистел. Сырок туда просвистел. Да, летом соль обязательно должна быть. Много. Должно быть много. Угу, прям вообще. Ну ладно, отолью. Хотя бы пол витрика сейчас сверху залью. Побольше соли, побольше сыплю. А потом уже ведро побольше освободится и запихну туда. Не забыть, нужно идти срочно. А здесь у нас еще нет? Ух, ух. А здесь? И здесь нет. А соль? Недавно покупали соль, а? О! Нашла еще. В общем, тульским вообще, ребята, идет очень большая помощь. Ну, с тульской земли. Во-первых, у нас губернатор такой, ну, губернатор военный, да? Который знает тот, которого жители Тульской области уважают. Не, ну, за всех я не могу ответить, конечно. Но вот какие у меня знакомые, я от одного не слышала. Да вот он такой, ну, как в других, знаете, регионах. Да, в других, мягко сказать, не очень уважают. Мягко сказать. Тут не говорить все эти выражения, да? Вот. И поэтому у нас помощь идет большая очень. От губернатора на государственном уровне. И от людей, от простых. Здесь немножко надо было, потому что он большой. Вот. И все скрыло. Так что стой пока. Со всех регионов, слава богу, поступает помощь. Но мне сказала... Мне сказала девушка, которая работает в газете. То есть она у нее... Она не просто так ляпала, да? У нее есть эта информация, когда наши едут. Отвозят помощь, да, гуманитарную. То есть у наших солдат действительно разнообразие. И в еде, в продуктах, в каких-то вещах. Ну, то, все. Обеспечены. А вот рядом, говорит, там были какие-то... Ну, я не знаю, как это все правильно по-военному называется. Какие-то части с других регионов. Вот там. Ну, хочу сказать, что не голодает никто, наверное, да? Я так думаю. Я не могу за всех отвечать, да? То есть государственное обеспечение есть. Ну, что такое государственное обеспечение? Это определенный паёк. Каждый день, да? Немножко этого, немножко этого, немножко этого. Тушенка, 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 тушенка. Тебя затошнит от этой тушенки, да? Ты не будешь есть ее. И вот у них тушенка, тушенка. Я не знаю, как... Она называла этот регион, но ни к чему мне это озвучивать. Я говорю, как-то странно. Как так жители? Ну, поднатужились бы, да? Как, как? Ну, все помогают. Все. А тем более своим, да Есть же вот наши города И с нашего города многих забрали И вот прям именно туда, именно туда, где служат наши Они сейчас все наши, да И, ну, ничего, что помощь эта пойдет Куда-то не сюда, а туда Тем более, когда ты знаешь, что помощь идет Конкретно прям вот со всем вот нашим, да С нашего города Я не знаю, как так Да, говорят, есть там такие, у которых Не кипит так бурная деятельность Да, она вообще не кипит, да Есть такие регионы, к сожалению, я бы никогда не подумала, мне кажется, сейчас везде, со всех городов, больших, маленьких, с деревень, отовсюду люди как могут, так и помогают. Не будем углубляться, что не делают те, не знаю, может, какие-то причины, какие могут быть причины, я не знаю, чтобы не собраться, не сплотиться и не помогать. У нас это очень хорошо поставлено в нашем городе, и поэтому мне это доставляет просто огромнейшую радость, когда это прям вот ребятам, которые с Киреевска.